Сегодня 9 ноября 2022 года. Нацисты попытались прорвать на нескольких участках Херсонской области линию обороны. Это последнее видео Кирилла Стримаусова. Замглавы администрации Херсонской области награжден орденом мужества посмертно. Виновным в трагической аварии с автомобилем Стримаусова признан грузовик, который вылетел навстречу. От столкновения у машины даже оторвало бронекапсулу от шасси. У Стримаусова осталась жена и пятеро детей. Супруги ждали появления на свет шестого ребенка. Российские войска выходят из Херсона. Командующий группировкой войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны заявил, что сейчас это единственное верное решение. Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самые главные жизни наших военнослужащих. Согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Частые критики действий Суровикина, Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин в этот раз поддержали решение отвезти войска от Херсона. Глава Чечни заявил, что Херсон сложный участок и Суровикин, взвесив все за и против, спас тысячу солдат. Поднялись на храм Солнца, где все загадывают желания. Но желание по пути вот встречали людей у всех одно, чтобы поскорее закончилась война, чтобы был мир, и вокруг, и в душе. Чего вам всем, дорогие наши, желаем. Мы любим вас всех.